Здравствуйте! Обучение детей жизненным премудростям предусматривает изучение календаря. Что такое дни недели, какие бывают месяцы. Ну а обучение премудрости родительской невозможно без знания о том, что такое календарь прививок. Об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, очаровательная Луиза Васильевна! Сегодня мы продолжаем обсуждение одной из наиболее волнительных родительских тем. Мы говорим о вакцинации, точнее о прививочном календаре. Я как бы решил сразу начать с экспертов. Они уж точно знают, что это такое. Правда, Луиза Васильевна? Да, заславно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, когда поедем куда-то в гости, может быть, это там нарисованы спыти, ну, уколы вот эти. И в каждом месяце, когда можно, кто-то болеет, и когда можно делать прививку. Если красный квадрат обойдет в 12-й цифр, то надо в 12-е число идти. Если в 15-е, то в 15-е. Каждый день не надо делать, потому что рука будет болеть сильно. Ну, часто это как-то два раза в год. Ну, и будет, к тому же, если много тоже лекарств, если тоже много лекарств пить и много лечиться, то тоже от этого плохо. Если кто-то глупый человек, какой-то думает, что если больше лечиться, наоборот, будет лучше, то тогда он не прав. Итак, давайте для начала попытаемся вот все вместе просто ответить на очень простой вопрос. Что такое календарь вакцинации? Ибо каждый просто думает что-то свое, и толком мы не можем определиться. Главное, что мы должны понимать, что каждое государство, в общем-то, признает, что его жителям для защиты от инфекций необходимы определенные прививки. И каждое государство, исходя из циркулирующих в этом регионе болезней, исходя из материального благополучия этой страны, определяет перечень прививок, которые получают жители страны бесплатно и в массовом порядке. И вот этот перечень прививок, он утверждается государственным органом, который называется, допустим, этот орган Министерства здравоохранения, утверждается парламентом страны и становится руководством к действию. То есть у каждой страны есть вот такой календарь вакцинации. Это теперь всем понятно? Понятно. Тем не менее, понятность, вроде как, вовсе не свидетельствует о том, что вопросов нет. И даже очень умные дяди и тети все равно имеют огромное количество вопросов по поводу этого самого календаря. И с этими вопросами... Идут к доктору Комаровскому. У вас была на приеме молодая писательница Ирэна Карпа со своим мужем и с дочерью. Давайте посмотрим. Американский финансист Норман Хантон и украинская писательница и певица Ирэна Карпа с появлением на свет дочки своих привычек не меняли. Если на пятом месяце беременности они покоряли в Гималайи, то на девятом, спустившись с альпийских вершин, ненадолго забежали в Берлинский роддом. И снова все вместе с собакой-кармой засобирались в дан врагу. Правда, пришлось серьезно пересмотреть содержимое рюкзаков, добавив все самое необходимое для малышки. Карена Джия побывала в Британии, увидела океан, ознакомилась с красотами Парижа, после этого побывала в Кападах, где елки спили и снова в путь. А ведь мы будем проезжать мимо доктора Кама Роскана. Подумали о ценной. Неплохо бы заглянуть к нему на огонь. Что с прививками у вас? Как дела? С прививками у нас одне БЦЖ. Мы их сделали в Франции. И потом, как дельные Маши, везли контейнеры с собой с прививками, которые закупили там, которые там порадила лікарка за рецептом. Все привезли очень хорошо. И виявилось, что в Украине мне их просто никто не может вколоти, эти прививки. Ну, теоретически, любой человек, который делает прививку, он по закону может делать препаратом, который сертифицирован на территории этой страны. Собственно говоря, вот и все. То есть речь идет о юридической ответственности. Если вы там что-то купили, неведомо что, опять-таки, вот смотрите. Нет, там ведомо что. Вопрос в другом. Смотри, когда какой-то вакцинный препарат приходит в конкретную поликлинику, то есть люди, которые отвечают за качество этого вакцинного препарата. Те, где он хранился. Не была ли нарушена тепловая цепь в процессе транспортировки. Мы пока понятные слова говорим. Вот ты приносишь свою ампулу и говоришь, хочу, чтобы мне укололи. Для любого человека, для которого ты показываешь эту ампулу, эта ампула кот в мешке. То есть он не знает, что это. Но там же вроде меняется колер, наверное, как шована зипсована. Ты знаешь, очень часто ситуация на самом деле такая. Цвет в самой ампуле не меняется. Это очень часто такое. Меняется друг. Вот в большой коробке, где 10 тысяч ампул, там лежит сверху действительно индикатор. И когда эта коробка приходит в поликлинику, то понятно, она пришла в нормальном состоянии и нет. Но иметь меняющийся индикатор на каждой ампулке, это далеко не во всех вакцинах такое есть. Понятно. Но, кстати, мне очень понравилось то, что вы сказали, мы во Франции сделали БЦЖ. Потому что у нас же по поводу БЦЖ, мы целую программу снимали именно о БЦЖ. У нас же многие рассказывают о том, что БЦЖ нигде не делают. Мы одни такие несчастные. Понимаете? На самом деле, вот во Франции как раз там не делают всем подряд. Нет, но людям, которые входят в группу риску, то Украина считается в группу риску, потому что у нас очень много коробки туберкулеза. Это, кстати, один из факторов, который, когда мы обсуждаем понятие календарь вакцинации, слово «собода». Очень многие хотят понять, что такое календарь. То календарь вакцинации – это, условно говоря, набор правил, которые государственный орган предписывает для проведения, заметьте, массовой и бесплатной вакцинации. Что принципиально для календаря? Что именно по каждой вакцине он рассматривает оптимальные сроки. Оптимальные с точки зрения того, какого будет качества выработанного иммунитета. Это понятно, да? То есть, на самом деле, календарь, вот календарь вакцинации – это нечто такое идеальное. Вот очень бы хотелось, чтобы все прививки были сделаны именно так. Тогда мы получим максимально возможный результат. Ну вот возьмем, например, такую «замечательную» болезнь, как коклюш. Коклюш – это смертельно опасная болезнь для детей первого года жизни. И чем ребенок младше, тем эта болячка опаснее. Так вот, в чем особенность коклюша? Почему вот везде рекомендуют, и в США тоже, прививать с трех месяцев коклюша? Я объясню. Потому что сейчас так в США, поскольку в Калифорнии, во Флориде сейчас вспышка коклюша, то сейчас вся Америка на ушах стоит, потому что она срочно. В стране действительно умирают сейчас дети от коклюша из-за большого количества непривитых. Так вот, оказывается, мама не обеспечивает ребенку после родов защиту от коклюша. То есть нет врожденного иммунитета. То есть обычно мама то, чем болела, эти антитела передают ребенку, и они на какое-то время его защищают. Так вот, с коклюшом ситуация очень противная. Количество антител, которое дает мама, очень невелико. И от болезни не защищает. Но это количество антител все-таки присутствует, и оно реагирует на вакцины. То есть если сделать прививку от коклюша сразу после родов, она не подействует. И вот надо вычислить тот оптимальный срок, когда можно начать вакцинировать как можно раньше. Получается, болезнь опасная. Но при этом уже количество маминых антител уменьшится, не будет мешать. И вот оказалось, что оптимально именно трехмесячный срок. И получается, что если вы начнете сейчас в 5, допустим, то для того, чтобы иммунитет был хоть как-то защищал, хоть частично, надо сделать три инъекции с интервалом в месяц-полтора. О, это интересно. А что было, что вы так долго молчали? Я не знаю, она зацікавлено слухала вас, вы мои цикавили цейки. А это что у тебя такое? Это у нас ускоренная ласточка. Ускоренная ласточка? И еще хотела спросить, мы вот в Азию часто ездим, с какого века, в принципе, я в нашей животе была там, и ела всякие разные, еди страшные. Вот десь в веке року можно и взять, и чи треба и делать какие-то додатковые там. Ну, конечно же, если ребенок будет к тому моменту привит от столбняка, дифтерии, полиэмилита, понятно? Ну, то есть хотя бы вы стандартный курс вакцинации пройдете, то, конечно, это будет намного спокойнее. Поэтому, если вы привьете в 6, в 7 и в 8, то потом четвертую вакцину вы сможете привить через год, после третьей. То есть вы в год и в 8 закончите первичный курс вакцинации. Вот если вы начнете в 6 месяцев. Понятно? Вот, значит, и планируете, скорее всего, путешествие на... То есть вам, с учетом вашей эмиграции, путешествия и всего, конечно, не надо откладывать вакцинацию. Это однозначно. По поводу вакцинации, ну, вот, как сказал, мы очень много путешествуем, мы боимся, если получится, что мы пропустим их от один шага в графике, что делать? Начинать с нуля? Ну, понятно. Ну, вот этот вопрос, вот в моей почте, когда люди спрашивают о прививках, наверное, один из самых частых. Причем, вот, крик типа, все пропало, все пропало, начинаем сначала, да? Да, да, пропало все. Вот это вот один из самых распространенных заблуждений. Фиксирую внимание. То есть для того, действительно, календарь прививок регламентирует количество вакцин и интервалы, которые обеспечивают идеальный, максимально возможный прививочный иммунитет. Тем не менее, иммунитет человека, иммунная система, это такая штука, которая ничего не забывает. То есть у нее есть память. То есть если положено сделать три инъекции с интервалом в полтора месяца, а вы сделали одну, вторую, а третью через год, то это все равно приведет к формированию иммунитета. Да, он будет хуже, не такой выраженный, как при правильной вакцинации, но тем не менее он будет, и определенный защитный уровень будет, и не надо начинать сначала. То есть вот это вот я прошу всех запомнить. Ничего, никуда, никогда не пропадает. Нет, с точки зрения тех, кто продает вакцины, возможно, лозунг, а давайте сначала, он замечательный. Но на самом деле в этом потребности никогда нет. Да, вы будете информированы о том, что коль скоро мы не соблюдали оптимальные интервалы, то риск больше, чем для ребенка, у которого правильные интервалы. Это понятно, да? Но тем не менее, начинать сначала не надо. Евгений Олегович. Да, Луя Васильевна. Вот к этому разговору, который у вас был, а идет ли накопление, вот смотрите, одна прививка, вторая, там еще есть третья, можно третью не делать? Вот в этом-то и состоит суть, почему мы делаем иногда одной прививки достаточно, да, а иногда надо сделать, как при полиэмилите, и 4, и 5, и 6. То есть наша задача создать в крови такой уровень антител, который сделает заболевание невозможным. В принципе, да? Да. Если антител мало, то есть они не достигли этого уровня, болезнь возможна. Более легкая, например, но тем не менее возможная. И считается, что вот, например, если коклюш, для вакцинации надо осуществить 4 инъекции. И календарь рекомендует делать первые 3 с интервалом месяц-полтора и через год четвертую. Вот после первой появятся антитела, после второй их станет больше, вот и третьей еще больше. Но их не будет вот то количество, которое таки надо, чтобы быть спокойными. И только после четвертой вакцинации действительно будет все нормально, после четвертого укола. И вот это и будет называться вакцинация. То есть все вот эти 4 укола, это все вакцинация. А вот потом, через несколько лет, надо будет еще один укол, чтобы поддерживать уровень защитного иммунитета. И вот такие инъекции для поддержания называют это словом ревакцинация. Понятно? Да. И еще один такой вопрос. Да, луизна. Скажите, а что вы думаете об индивидуальной вакцинации? Вот чтобы у каждого ребенка был свой индивидуальный график, скажем так. А давайте вот, кстати, это же один из самых распространенных вопросов и всех родителей это волнует. Да, вот как сделать, чтобы именно для моего ребенка вакцинация была наиболее безопасной. Вот давайте подумаем, что такое в принципе календарь. Перед нами есть две задачи. Главное. Первое. Обеспечить защиту от инфекций. И второе. Сделать так, чтобы это было безопасно. Именно для этого рассчитываются определенные сроки введения вакцин, которые достигают именно двух вот этих задач. Эффективность и безопасность. То есть как раз календарь вакцинации и предусматривает ту схему введения, которая с точки зрения Минздрава, Медицинской науки всего мира и Всемирной организации здравоохранения является наиболее безопасной. Ну вот давайте приведем такой пример. Вы собрались ехать на поезде из Киева в Житомир. И вы посмотрели расписание поездов. Один поезд отходит в 12, а другой в 16. И вы можете ехать по расписанию. Прийти в 12 часов и уехать. И тогда вы приедете в город Житомир с минимальной затратой сил и средств. Но вы можете ехать в город Житомир по индивидуальному графику. Прийти на вокзал не к 12 часам, а к 9 утра. И посидеть там до 12. Понимаете? Нет, вы можете прийти в 17.00 и дождаться таки поезда, и поехать на следующий день. То есть в любом случае вы до Житомира доедете. Но силы и средства вы потратите при этом разные. Вот, собственно говоря, календарь прививок, он для того и придумал, чтобы вы тратили минимум сил и средств. Но есть куча народу, куча народу, который говорит, а вы приходите к нам. Мы вам сделаем специальные волшебные анализы. Мы подаем вам капельки из заряженной воды. Мы специально для вашего ребенка напишем за ваши денежки шикарный индивидуальный календарь. Мы прививку А с прививкой Б поменяем местами, и будет вам счастье за ваши денежки. А еще, что в нашей стране очень важно, что если все вокруг прививаются по календарю, так они же деревня. А я царица, я по индивидуальному графику. Если я по индивидуальному, значит я своего ребенка больше люблю. Понимаете? Вот так вот. Вот отсюда и сказки об индивидуальных графиках вакцинации. Для каждого человека есть показания и противопоказания. Есть противопоказания. Вакцинацию не проводят или проводят в другие сроки. Все. Но нормальному ребенку никакие индивидуальные графики не нужны. Это понятно? Спасибо. Давай. Евгений Гелегович, что такое щадящая вакцинация? Ребенку моей подруги посоветовали именно такую вот вакцинацию щадящую. Это вакцинация, которая щадит психику мамы. То есть на самом деле действительно есть некие намеки на щадящую вакцинацию в календаре прививок. Суть, например, состоит в том, что есть вакцины с уменьшенным содержанием количества антигенов. Ну вот, например, есть прививка БЦЖ, а есть прививка БЦЖМ, где количество антигена, вот доза уменьшена в два раза, например. И такая прививка, например, делается недоношенным детям, к примеру. По некоторым вакцинным препаратам такое тоже используется. Иногда просто, например, вот есть вакцина АКДС, а есть вакцина АДС, не содержащая коклюша. И некоторые считают, что если мы какую-то прививку не делаем, то это называется щадящая вакцинация. Только давайте ответим на главный вопрос. Для чего мы делаем вакцинацию? Мы же делаем вакцинацию вовсе не для того, чтобы уколоть попу или посчитать количество уколов. Вакцинация делается для того, чтобы защитить ребенка от конкретной инфекции. Это понятно? И наша с вами задача защитить нашего ребенка. Любая вакцинация, которая будет отклоняться от календаря, защитит ребенка хуже. Понятно? Поэтому щадящая вакцинация – это имитация любви, которая к настоящей любви не имеет никакого отношения. Это понятно? То есть еще раз, мы все время меняем приоритеты. Мы сами уже начали считать, что когда мы идем в поликлинику и подставляем ребенкину ножку под укол, то мы кому-то делаем одолжение. Понимаете? Мы, родители, делаем своим детям прививки вместе с государством. Не потому, что это кому-то хочется, а потому, что не от хорошей жизни вакцины придуманы. И на первом месте есть болезни. Понимаете? Не было бы этих болячек, не было бы и этих прививок. Понятно? И когда нас начнут щадить эти болезни, тогда и будет окончательно щадящая вакцинация. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Нашему ребенку годик, а из прививок у нас только гепатит и БЦЖ в роддоме. Невролог нам ставит диагноз повышенное ВЧД. А в садик, мы планируем идти в садик, без прививок не берут. Как нам поступить в данном случае? Ну, вот вы знаете, я бы, конечно, очень хотел, чтобы как-нибудь вот в нашем министерстве здравоохранения появился такой сайт, куда бы могли родители отправлять фамилии невропатологов, которые ставят ВЧД и после этого не дают делать прививки. Понимаете? Ну, действительно, если у ребенка есть проблемы с иммунной системой, вот иммунодефицит, да, то такому ребенку нельзя делать вакцинацию определенными вакцинами. Смотрите, если у ребенка снижен иммунитет, то это не говорит о том, что ему нельзя делать прививки. Это значит, что ему нельзя делать прививки живыми вакцинами. Это понятно? А инактивированными можно. Так вот, как вы понимаете, никакая неврологическая болезнь, никакие внутричерепные давления, никакие энцефалопатии не имеют никакого отношения к системе иммунитета. Это понятно? Понятно. Поэтому неврологические проблемы в абсолютном большинстве случаев не являются противопоказанием. Более того, если у ребенка есть некие неврологические проблемы, то для ребенка с подобными проблемами любая болезнь многократно опаснее. Потому что если у ребенка мозги абсолютно нормальные, то при коклюше все равно есть риски кровоизлияния и судорога, всего чего угодно. А если мозги изначально плохие, то коклюш приведет к осложнениям с максимально возможной вероятностью. Поэтому, если невропатолог говорит о том, что у вас внутричерепное давление, или дрожит подбородочек, или какие-то не такие рефлексы, или какая-то энцефалопатия, и поэтому вам нельзя делать прививки, то этот невропатолог не знает рекомендаций нашего родного Министерства здравоохранения. То есть он в каком-то другом государстве должен принимать, но только не в этом. Вот и все. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а вот в небольшой промежуток времени делается какое-то несколько прививок. Как они совмещаются между собой? Собственно говоря, это и предусмотрено календарем вакцинации. Вообще, каждый человек ежедневно встречается с тысячами антигенов, вирусов и бактерий. Встретится даже в один момент. С 10-15 антигенами совершенно нет никакой особой нагрузки для человеческого организма. Это нормально. И естественно, когда ребенок приходит в поликлинику и получает одну инъекцию, одну, в состав которой входит 5-6 компонентов, то это лучше, чем ходить в поликлинику 6 раз и делать 6 уколов. 6 раз рискуя местными реакциями, 6 раз имея встречи в коридорах с больными ОРЗ. И поэтому весь мир стремится сделать все для того, чтобы вакцинация была для родителей, именно для них максимально удобна. Чтобы сократить количество визитов в поликлинику, чтобы уменьшить количество уколов. Поэтому весь мир сейчас стремится к тому, чтобы использовать так называемые комплексные вакцины. Понятно, когда в одной инъекции имеется ряд препаратов. Это нормальная тенденция и так делают во всех цивилизованных странах. Пойдешь со мной? Пошли. Все. Давай, посидишь со мной, будем вместе вести передачу. Давайте вопросы задавать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, стоит ли делать вакцину от пневмонии, если она не занесена в национальный календарь прививок? Нет вакцины от пневмонии, есть прививка от так называемой пневмококковой инфекции. Понимаете, Молодой Че? Пневмококковая инфекция – это действительно бактерия, пневмокок, который вызывает не только пневмонии, но и отиты, и фаренгиты, и кучу-кучу всяких проблем. Она не внесена в календарь только потому, что наше государство не имеет средств на массовую бесплатную вакцинацию от этой болезни. Это понятно? А в куче цивилизованных стран, там, в Италии, в Германии, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, она включена в календарь. Просто у них чуть-чуть больше денежек. Вот и все. Если ваш папа заработал на эту вакцину, дай вам Бог здоровья, конечно же, прививайтесь. Я читала, что у каждого человека на 2-3 болезни, от которых делаются прививки, невосприимчивость. Нужно провести диагностику, чтобы узнать, на какие именно. Возможно ли анализы такие, чтобы потом исключить некоторые прививки? Нужные как бы прививки, да? Ну, давайте вот возьмем такой пример. Действительно, 2% населения земного шара, 2%, невосприимчивы к туберкулезу. Вот вообще, вот вокруг будут сплошные миллионы, миллиарды туберкулезных палочек, они не заболеют туберкулезом никогда. Вот так им повезло. Кстати, они точно так же не реагируют и на вакцинацию БЦЖ. Понятно? То есть, если человек не может отреагировать на болезнь, то он, в принципе, не отреагирует на вакцинацию. Понимаете? То есть, она никакого вреда не будет нести такому человеку. То есть, если даже болезнь с ним ничего сделать не может, да, то ослабленный или инактивированный препарат уж точно для него никакой опасности не представляет. Но исследования, о которых вы говорите, они чрезвычайно дорогостоящие. Понимаете? Поэтому, как правило, ну, если даже там американцы, итальянцы и немцы не могут себе таких исследований позволить, то, конечно, и мы тоже не можем. Другой вопрос в том, что, опять-таки, еще раз говорю, есть куча лабораторий, которые за ваши деньги готовы осуществить любые исследования. Понимаете? Нужные и ненужные. А вы делаете правильные выводы. Спасибо. Евгений Олегович. Моему сыну год и восемь, и у него только БЦЖ. Можем ли мы начинать вакцинацию по календарю прививок сейчас? Конечно, можете, только предварительно должны сделать пробу МАНТУ. И если с ней все нормально, начинаем вакцинацию. Вот, собственно говоря, и все. Никаких тут особенностей, загадок нет. На самом деле, и на это мы, наверное, будем подводить итоги. Все прекрасно понимают, что календарь – это некая вот такая схема идеальная. Достичь его невозможно. Ну, потому что никогда не получится привить ребенка четко с интервалом в полтора месяца, три раза подряд. Или будет выходной, или будет ОРЗ, или у папы будет командировка. Что-нибудь будет обязательно. Все, что надо нам – стремиться к календарю. Тем не менее, все медицинские работники, которые занимаются вакцинацией, имеют вот такую толстенную книжку, в которой три странички занимает календарь, а потом еще 200 страничек. Это такой огромный текст, который называется «Комментарии к календарю», где расписаны по пунктам любые возможные ситуации, когда вот что-то идет нестандартно. Не прививались, а потом решили прививаться. Или привились, а потом чем-то заболели. Понимаете? То есть на самом деле никто из вас не может задать вопрос, на который в этой толстой книжке нет ответа. Вам не надо знать эти ответы. Этот ответ должен знать человек, который этим профессионально занимается. И не надо ничего придумывать. Понятно, да? Надо просто понимать, что нет более эффективного способа защиты детей от огромного количества опаснейших инфекций, чем вакцинации. Это вот вы должны четко понимать. Но сделать ее эффективной и безопасной врачи без вас не в состоянии. Поэтому я просто прошу, чтобы мы все вместе учились ради наших детей. Мы встретимся через неделю. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok